Всем привет! Недавно зарегистрировал и начал активно вести страницу на фейсбук. Страница Дети Фауны. Сегодня я перечислю 5 пунктов, которые возможно вас заинтересуют, и вы захотите подписаться на страницу. А в конце я расскажу, зачем я еще пошел на фейсбук. Неужели мне не хватает ютуба? Но записывай видеоролики, снимай, не распыляйся. Зачем я это делаю? Первый пункт. Регулярно публикую контент в текстовом и видеоформате на той странице и практически на все комментарии даю ответы. На ютубе я тоже делаю то же самое, отвечаю на комментарии, но, как вы понимаете, комментариев очень много и не все получают ответ. В последнее время практически только под новыми, свежими видео я отвечаю. Поэтому у вас есть возможность в самых истоках принять участие в развитии страницы. Мне интересно, чтобы эта страница на фейсбук развивалась. Второе. Там формируется сообщество адекватных людей, которым не безразлично здоровье животных, которым интересна тема собаки, кошки и все, что связано с ними. Понятно, что и на ютубе формируется и сформировалось такое же сообщество, но на ютубе больше детей, больше хейта, больше неадекватных людей. Тоже такое встречается. Фейсбук считается постаршей аудиторией и как бы адекватней. Третье. Я продолжаю традицию и не рекламирую ничего, не рекламирую ни корма, ни какие-то препараты, ничего вы от этого, об этом от меня не услышите. Четвертое. Никакой религии, никакой политики, вообще таких острых тем не обсуждается. Не потому что я против политики или религии, это острые темы, они всегда вызывают какие-то споры, скандалы и разразняют людей. Этого тоже не будет. И пятое. Можно получить консультацию на этой странице. Как это сделать, все ссылки, все я подробно там описал, как со мной связаться, какие контакты, все это есть. Поэтому, если вам интересно, я вас приглашаю на страницу фейсбук Дети Фауны, будет ссылка в описании под видео. Почему же я занялся фейсбуком? На ютюбе в последнее время происходят изменения. Они происходили раньше, но так сильно не затрагивали, как производители контента, те, которые ведут каналы. Если вы просто зритель, вы, скорее всего, и не обращали внимания. Вы не видите другую сторону. Постоянно меняются алгоритмы, постоянно меняются правила. Могут страйк, могут лишить права монетизации, могут удалить ролик. И неоднократно это происходило на канале. Постоянно ты делаешь видео, ведешь канал и постоянно боишься, что какая-то проблема произойдет с каналом. А сейчас, в январе следующего года, будут приняты новые правила. Защита детей, детский контент. И оберегают детей от всяких маньяков, педофилов. Я не знаю, что происходит, но еще жестче правила будут со следующего года. И многие каналы пострадают. Даже те, которые якобы не связаны с детьми. Потому что YouTube это большая машина. Алгоритмы меняются постоянно. И алгоритм может, ну, там, 10 тысяч, 20 тысяч каналов. Для него это не вопрос. Просто попал случайно и удалил. Неизвестно. Может и мой канал попадет под это все дело. Поэтому я делаю такую платформу запасную. Как говорят, не храни яйца в одной корзине. И параллельно буду вести Facebook. Многие материалы там повторяются. То, что я говорю на YouTube, тоже будет повторяться и на Facebook. Возможно, вам будет интересно. Какие-то не повторяются, какие-то дублируются. Еще раз приглашаю вас на Facebook. Приветствуются лайки, приветствуются репосты. В поддержку развития страницы Дети Фауны. Все. Всем до свидания. Такое было объявление. Теперь послушаем нашего эксперта. До новых встреч. Пока, друзья. Ой, ну не знаю я. Заходил пару раз на этот Facebook. Непонятная, странная соцсеть, скажу я вам. Здесь нажимай. Здесь людей добавляй. Им приглашение отправляй. А они тебе спам. Все. Спам, пожаловались и блок аккаунта. Ну вообще как-то несправедливо. И потом эти вот видео сами по себе запускаются. Хорошо, что без звука. А так среди ночи смотришь что-то. Оно как закричит. Все вот перепуганные на тебя начинают кричать. Субтитры пускают под видео. Непонятно, странно. И люди там очень уж серьезные. Шуток не понимают. Пару раз пошутил, не зашло. В общем, не знаю, буду ли я на этом в Facebook или нет. Посмотрим. Время покажет. Пока наблюдаю. Да. Но это не точно. Вот такое мнение семечка. Угу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.